Здравствуйте, мои сахурцы! В первом видео я отмечала, что у меня обращение будет на трёх языках – азербайджанском, сахурском и русском, потому что мои сахурцы, мой народ, живёт в разных странах. Одни живут в Азербайджанской республике, в основном Закаталском районе, я из Закаталы и Кахском районе. Другие живут в Дагестанской республике, а другие в Российской Федерации в основном. Есть такие семьи, смешанные семьи, которые муж или жена из другой национальности. Например, у меня бывший муж был азербайджанцем, вернее, говорят, муалом, муалом. Поэтому в нашей семье основным языком был азербайджанский. Я сама училась на азербайджанском языке 8 лет в среднем школе, 4 года в Гянджи педагогическом техникуме, а потом 6 лет в Бакинском государственном университете, в факультете истории. Если бы я не выучила русский язык, я бы не смогла закончить этот университет. Потому что тогда, в 90-х годах, и сейчас тоже так, в азербайджанском языке не были никакие книги, литературы, которые нужны были нами, или интернет тоже не был в 90-х годах. Поэтому я в большинстве старалась выучить русский язык и переводила из русского языка книги, и с этим сдала государственный экзамен и государственную дипломскую работу, из перевода писала, и так закончила университет. Потому что меня всегда интересовало знание. Знание я знаю, что самое главное сокровище и самое сильное оружие во всех веках. Поэтому для меня это самый главный приоритет в моей жизни – это знание. Ну, у меня была заветная мечта учиться в Московском государственном университете. Но вы знаете, тогда и сейчас большинство семьи в Азербайджане не отпускают своих дочерей одним и другие страны. Но я отпускала. Моя младшая учится и живёт в Германии, а старшая учится и живёт в Турции. И тюрки очень любят мою дочь, и они каждый раз говорят, что ты не похожа на азербайджанца. А дочь, я своей дочке сказала, что скажи, что моя мама сахурка, но она говорит, что они не знают. Ну, она верно говорит, потому что наши сахурцы, наши старшие аксакалы, в основном Азербайджане, отрекаются от своей нации. Потому что в свидетельстве о рождении в сахурских семьях Азербайджана в графе «национальность» уже 10 годов пишется «азербайджанец», а не «сахурец». Я не понимаю этих отцов. Почему они не стоят за своей нацией? Ведь нация сахур, это приносит их детям больше дивидендов, чем азербайджанец. Азербайджанцы сами себя не любят, не ценят. Я видела, что большие ценности и принципы больше, чем азербайджанцев есть у моего народа, у сахурцев. Поэтому сахурские мужчины должны за этого стоять. Пусть они, пусть это наша родина и нация, это наши корни. Если эти корни высохнут, то мы будем похожи на дерево без корней. И это меня очень-очень волнует. Если бы старшие, хорошо бы агитировали, нас во всех странах знали бы. А в Азербайджане нас не знают. Я вам расскажу одну историю. Две-три года назад у меня было в полиции одно дело. Там полиция писала документы. И он спрашивал, молодой полисмен, что у вас национальность азербайджанец. Он писал. Я сказала, нет, я сахурка. Он в таком недоумении и такое отвращение. Что такое сахур? Какой сахур? Пище азербайджанец. А я сказала, нет, я сахурка. Почему должен писать азербайджанку? Завтра я с другой натиском буду писать другую нацию. Так не бывает. Каждый должен за свой дух бороться. Вот поэтому я... Он спросил, откуда я. Я сказала, что я закатала. Он сказал, что я закатали был. Я сказала ему, ответила, что ты врёшь. Если бы ты был закатали, ты знал бы, кто такие сахурцы. Вот так наши сахурцы ассимилируются. И другое меня волнует, другая проблема – это шуинский фестивал. Когда освобедили шуша, там и участвовали наши джигиты, наши парни. Но когда фестивал был, там вступления были. Из народов, которые живут в Азербайджане. Удина, аварцы, малаканы. И даже нахчеванцев называли. А вы знаете, про сахурцов ничего. Просто позорище. Просто позорище. Как сказали, так сказали они там. Вступает фольклорный ансамбль Мичагна и поёт песню «Соломелик». Что это такое «Соломелик»? Неужели нет у сахурцев такие песни, которые были, ну, больше дивидендов принесли нам, чем эти «Соломелик». Ну, а даже имя сахурцев не произнесли. Даже закатало не сказали. А как узнают азербайджанцы, что в этом стране живут сахурцы? Такой древний народ, корни которых идут до нашей эры. Мы были албанских племен. Античные источники об этом говорят. Амазонки тоже были сахурцами. Была такая битва, Канахская битва. Римляне были и албанцами. В албанской войске воевали наши женщины. И римляне очень удивлялись, что женщины тоже воевают. А потом историк, такой историк есть в Азербайджане, Фарида Мамедова. Она сказала, что это были амазонки, амазонки живут в Сарбаш. В селе Сарбаш. Сарбаш – это в Кахском районе. Это сахурское село. И она сказала, что мы албанцы. А наши есть такие балбесы, они говорят, что мы из Сахского. племени. Как будто мы тюрки. Но это же неверно. Я уважаю тюркский народ. Но мы не тюрки. Факт – это то, что мы кавказские национальности. Мы из кавказского национальности. Вот поэтому мне было очень позорно, что в шинском фестивале вот так выступали наши балбесы. И я смотрела на комментарии под видео, никто не протестовал, никто не возражал, что почему там не произнесли наше имя, сахурское имя, что и в Азербайджане живут такой народ. Азербайджан – такая страна, что здесь нет места для ценности, нет для принципов. Ну, хоть сахурцы, которые живут в Дагестане, в России, возражали бы. Ну, я одна возражаю сейчас. И я обращаюсь своим сахурским мужикам, сахурским женщинам. Наша истина – это наша национальность. Моих девочек везде любят, потому что я так вырастила их. Ну, иногда младшая дочь сказала мне, что мама, ты нас растила такой честной, такой с ценностями, с принципами. Нам бывает очень трудно. Но я им сказала, что у вас будет трудно, вам будет очень трудно, но у вас будет достойная жизнь. Вот так в Азербайджанской республике сахурцы – моя национальность, моя нация ассимилируется. Если так будет продолжаться, у моей нации ничего не останется. А это наша истина и наша корня из двух корней. Один – одна Родина, другая нация. Мы должны и Родину, и свою нацию не забывать. Мы – сахурцы. Я – сахурка. Я горжусь этим. И вот видите, у меня и русский, и сахурский слабее от азербайджанского, но меня это волновало, и поэтому я обращалась к вам. И с этого дня, когда у меня будет получаться хоть какое-то видео, я буду обращаться к вам, моим дорогим сахурским мужикам, женщинам, детям. Пусть они не забудут свои корни. Они очень достойные, они очень ценные, они очень уважаемые. И азербайджане, и Россия нас уважает, сахурцы. Почему мы должны потерять этого? Давайте об этом подумаем.